всем привет возвращаемся на вторую карту матча темпа хан немножко мы задержались снова с 2 карты были проблемы с интернетом я надеюсь что темпы их решили первая карта очень уверенная за темпа взяли они магнуса фантомку на этой карте решили не банить магнуса но забанили при этом фантомку любопытненько да так и там поменяя драфт берут себе клока берут себе спектр и также появляется лина которая на прошлой карте было в баннер на первых стадии улетела она туда или на с марсом или на с марсом что у нас остается snap fire уже нет под марса есть феникс но тут уже некуда его девать если ли на есть скорее всего на позиции 4 будет с марсом стоять так что пока без феникса сверху может быть снизу и приглядеться этот герой почти использовали бонус тайма на первой стадии ребята вайпера забанили тоже очень быстро темпа спектра ненавидит вайпера даже сильнее чем какой-то силе радж потому что селера все таки имеет какое-то время когда он действует и потом ты можешь спокойно бегать и не бояться мы видели еще пик дума против спектра очень круто работает дум миде против спектра который аганин покупает тогда тоже спектру контришь инферно-блэйдом который также дает эффект брейка появляется и энчантрас рядом за спектр и клокон ничего необычного видим два саппорта видим кора андаинг на прошлой карте кстати говоря не так уж и плохо был а джейфа беда в том что там просто в какой-то момент начали убивать с двух ударов порвалась там там к когда и без лпл стон да и даже гост не успевал нажать поэтому конкретно там да и хорошо заходил здесь не могу сказать что он идеален пока только один клок атрибута силы в общем-то даже два силовика появится ничего страшного для темпа не водит что у флейнера какого-то надо придумать бейнеру тут вообще непонятно потому что лайнер от двух саппортов от команды хан даже непонятно что-то надо прям универсальное брать плотикер в бане плотикер кстати был рождь тяжело такую пик было при угадать видно мансер а темпу и видимо позиции 3 вино мансер тут же морфы кстати вино мансер то неплохо может отвечать на реген морфлинга у нас перед весел купит так что я считаю что вена то по итогу пик интересный если он весел себе конечно же купит темпу герой на мид спирит у нас остаются ну вот эмберс шторм банба трайдера весненько бан зевса зевса на прошлой карте оказался в ней игры на иван шторма так ну и спиритов остался бойт остался бер все-таки феникс доехал слушать все-таки доехал феникс казалось бы упоминал я его думал что ну нет а тут его ставить появляется феникс появляется феникс и это может быть линамид это может быть и марсмид честно говоря тут пока тяжело делать какие-то предсказания но давайте сделаем так что это линамид универсал которого трудно закрыть будет у марс в общем то тоже ниху яйца и берут пока пока позабытый герой нынче феникс 4 марс 3 но или нападет на мид против пока пока хорошо пока может уворачиваться и от станов и от лагуны от всего в общем может уворачиваться морфлинга контролит на одной точке феникса контролит на одной точке даже может по какой-то выходить в такой дпс типу догона вполне вероятный есть такой вариант от вину монстра ожидания спирит весело но от остальных там уже понятно наив на морфлинге но в целом пик то ухан хороший получается яйцо тут бить нечем яйцо вообще ничем разбивать реально ни одного героя нет который нормальный яйцо может бить это проблема ну что ж для команды хана ситуация тяжелая они больше не имеют права на ошибку дважды им нужно побеждать драфт у них хороший хорошие линии получается морфли кондайк марс феникс это вообще замечательная линия здесь не закрывают ее спектр и энчандрес вообще никак так что на этом драфте все получше игра не закончится за 20 минут определенно только слепак там резко не выйдет с линии 10-0 алина 010 что я думаю маловероятно нзшка на клоке но вот этот товарищ этому будет создавать очень много шороху я просто надеюсь что именно вену возьмется перед весел поскорее а не клок там как-никак задержится этот весел так что хорошие шансы на кабаку команды хан как я говорю в этом матче нет фаворита несмотря даже на такую первую быструю карту вполне вероятно мы можем увидеть 11 реально идет зависимость от пика а соперники это примерно играет на одном уровне погнали смотреть надеюсь не будут проблемы у леброна с интернетами а вот он вену позиции 3 а тут очень много региона феникс регенит он даем криги нет морфлинг перекачивается спирит вас все это решит орфинг здесь придется манту брать первым слотом тут найти нет вариантов покупать какой-то из эреал это будет большой риск против пока которая резко может ворваться с сайленсом встретились немножко вытачковались вену польза стинг прокачал да и все пока на этом марс спектру тут гоняет по чуть-чуть и леброн выходит интересно тут он тут стоит с блайтстоуном кстати говоря энчандрес что тоже немаловажно видит леброна видит что он идет на руну феникс сейчас будет воевать и брон руна ой хорош забрал руну может быть убить получится нет там крит там не копьем с критом чё толком то не сделаешь но выбили реген ли брон торону забрала это будет по интереснее и кстати грена просто карте ситуация была аналогичная ли брон умудрился забрать руну противника и тогда прямо темпа все пошло идеально как бы эта история не повторилась она их думаю этого очень не хотят ну что шли на пак давненько я не видел пока тем более что против ли настоял этот герой в целом с уровнем 3 4 5 я думаю пак тут будет представляется дискомфорт при этом саму паку можно прятаться от люка в будущем будет пока к янджи не стесняется память благо монопол очень высокий на топе ситуация повеселее тут сначала вроде как чеширский кот вышел в атаку но так не стесняется вместе с леброном отвечать дают замедление на чеширского кота и скрип еще замедление подходит так будет сейчас и даггер и чеширский кот но это не фб потому что нича умирает первых я думал на другой линии от леброн же умер забавно получается добавно получается регена есть плоску можно будет сейчас активировать а правда даггер сразу будет поэтому надо будет откатить подальше либо либо вот когда даггер нет нажимать он дает пытается вот совершить ничего не загрел вообще сможет и душить этого хотя пока боится там все-таки дакеи начинает андаинг сам бить на развороте и больновато ли на один из крипов упака 4 что-то на центре идет явно не то чего ожидал игрок с ником нубы как-то со скрипом это линия состоится мы уже видим что ли на и пушить начинает и крипов здесь ну пропускает потому что если подходит пак тут же получает задувку надо надо собраться рифтор бам получается забрать пачку крипов но хп почти не остается если там боталл окей там ботла еди тогда ладно и боталлов ласка ехала но вообще было бы непонятно еще одна задувка пока нет пока фэйш ифта ведь понятно что они все набрал чтобы элементарные болели не делать и на лина души 17 крипов упака 7 я честно говоря ждал что настолько будет жестко на этом миде все происходить а это полная жесть дабл деке от андаинга хорошо силы набрал что сейчас можно тут и мечи попытаться убить но меч откидывается замедлением виде геля и пока джейф упрощает там вообще хп не остается что одного что у второго что на топе новенького спектр 12 марс 12 ну тут фарм идет примерно одном уровне пока вот центральная линия это главное главная боль для команды tempo потому что я уже немало видел игр делить на вот так вот стоит линию а потом бац и начинают приходить на ганги и бац всех убивает гоняет и тага у тага заканчивается реген у тага 4 манга реген конечно нормально вот еще вот этот тролль который регенит постоянный ман реген дает сумасшедший но хороший крип кстати говоря особенно в такой вот ситуации которые мы наблюдаем прямо сейчас а морф лингу никто не мешает наив по товарам стоит хп может у нее маловато время от времени но ничего сейчас стики себе какие-то довезет это моджек вон тоже должен быть а пока маску решили стики на брать такой линии конечно особенно будучи морф лингу стики так это вообще москва сами видите что как и очень-то стоит цена его регена там клок видимо повыбивал плюс вина монстр польза стинг уже в два взял плюется постоянно денежки для клока ли на 28 пока 14 продолжается давление на центре пак прилетают закидывает рифт непонятно правда зачем это делает таки получает 344 удара от 5 увернулся свои шифта у него руль на волшебства поэтому можете не позволить такой пак подфармить джангл и пойдет контролить баунти феникса почти убили а почти как всегда и не считается феникс с транквилами восстановится быстро ли на контроль и также баунтируем восполняет себя в ману но и битва на центре продолжается он как можно было гель-то выдать вообще ни по кому не попасть ну это конечно умудрился меч но по итогу умирает все же андаинг здесь и даже морфлингу пытается более сделать морфлинг правда своей формам но вырываться вперед опасно если урона не хватит рассчитал тем более что около костики есть поэтому бесполезное занятие надо чтобы наив купил себе моджек вонты и выкинул на базе пусть андаинг привезет или там уже едет это андаинга летит и чё не покупает себе наив стеки нужны смысл так стоять там час андаинг с регеном какие-то будете с фласку нажмет окей понятно двойная руна двойного урона забирает себе пак ну и потихоньку восстанавливается смотрите разница тоже не такая большая об это не в два раза как было 15 32 от 7 37 это все терпимо пак здесь не видит это главное сейчас да да и сам на ганг может выйти и проблему если ли на пока не идет то пак с ботиночком будет можно буду от и телепортироваться привыкал поставить под того же вена вместе с клоуком попытаться морфлинга убить у нас снова проблемы у саппорта команда темпу то вообще не круто пауза была между картами дольше обычные сейчас мы опять в игре будем сидеть по калибру на вернется ну непонятно что там потом леброн сделал видимо остался он на обычном интернете мобильный не включал поэтому а вы его диконект карте ситуация уже не приятная как на предыдущие на творце включаем ну вот он пак три сотни от лины это нормально это нормально вектор а с морфлингом на одном уровне идут локер ну да тут только что немножко undying проигрывает но это все вообще больно пока тянет марс куда марс эти особенно тянет чего вена потом лесу камбек это очень сильно если будут проблема вена будет спирит вас он отлично очень а а а рж как на его в гости пришел батареечки плевать пойти новый форум на их посту коги пытается про фармить забавно все это выглядит так вот как вот душит на его гель не нажимается пока просто выбивает все хп на его немногочисленная об минус вард приятно а явный плюс 126 она тренд этой линии прослеживается такой очевидный что больше здесь фармить на халяву не будет команда хан мич захватывает линию расставляет уже вторые змейки с ними бесполезно бороться слишком долго их бить веке это вообще конечно каим по своеобразная жизнь только они плотные искать ну три удара надо морфингу сделать но пока делает три удара там еще одна змейка появляется тут же она и сколько урона получает в ответ за вот это время лена на базе и куда же янджи полетит на топ наверное нет летит на мид ничего интересного поджимая торгу видит прекрасно что лина прилетела им на нами дает информацию тиммейтом джейфо нападение от dnsd-шки ставятся там ба ну чтобы может быть как то получилось ответить сейчас надо главное зомби убить и все ой полетел ого немножко все наив переоценивают ничего он конечно здесь не сделает даже новой форме клок очень жирный клок с рейндропами теперь клок со стиками остается и сейчас становится 1-2 легкой линию команды хан ситуация резко меняется из такой комфортной линии достаточно тяжелую и спектр там на легкой уже чувствует себя по легче чем оппонент на морфлинге пектор так не давит ну и спектр и в лесу мы видим уже умудряется как-то хотя и борт может в лес пойти чушь тут а билд смотришь уже можно в лес эти стрети перекачка и маска тем более а учитывая покупку рейндропа пока наив не спешит у отправляется в леса готов стоять на линии дальше но и против вина мансара уходить с линии это может быть критической ошибкой башня очень быстро упадет готовится перед весел уже есть урна на топе спектру задавили пришел янджи наконец-то боги плохие шерский код справляется пак еще сюда прилетел вот это зря лучше бы остался на миде прилетел слишком поздно уже ничего никого нет и убивают вина мансара на легкой линии остался он один в какой-то момент и смогли его подловить 3 2 становится счет преимущество за команды хан лена начинает наконец-то по игре активнее действовать это был первый ганг и особенно он успешно все же убивает спектру так еще и вынуждает пока прилететь который ничего не может делать в ответ у пока такой легкий какой-то макбилд наблюдается ну давайте будем честны здесь лучше купить уж в л тогда нежели догон очень много магии чего стоит один вена с ультимейтом догончик это круто но немного не то очень интересно что улыбку это быстрый blink намечается то без юла а вот от спектры прилетает все на лину какая пауза пауза спириты и висят на ребятах то есть можно сейчас убить или ну и на правда часа отстанется правильно контроль же меня там батарейки станут тяжело очень а по остальным героям джейфа подходит с лорип успеет дать арену должен успеть дать должен тоже не успеет у никак марс может сейчас подойти копье выкинуть просто чтобы яйцо элементарно защитить жаркая драка то намечается но ли на мне кажется все ли на мне кажется все там сейчас просто и втроем ударит плюс батарейки сработают есть феррик тоже надо будут нажать паузу очень неприятная и скорее для команды темпа lebron и дисконекнулся и для них это паузы неприятно это получается или про надо что-то делать элементарно зрителям то не очень кайфово сидит их смотреть пауза суммарно две карты точно больше десяти минут админ бы инфу какой-то выдал а то тишина все сидят возвращается саппорт команда темпом янг же хочет играть ну давайте смотреть копье марс должен кидать лина что делаете вообще пытаются бить окей ставится арена тут же умирает клок тут же погибает спектр и пак лагуна блэйд в lebron а ну мне кажется лину на блок постараться как-то добить все же и вообще оставили в покое решили бить яйцо и это пауза явно сыграла не на руку ребятам из команды хан это пауза им чуть подрунила так бы я думаю они как-то бы успели бы элементарно там не факт что лина бы успела бы все кнопки нажать за пару секунд а тут четко было понятно что делать что ж тяжело тяжело отрывается ли на от пока уже серьезно 1000 золота наив понимает что больше ловить на нежели нечего-то слишком много героев приходит и на вижу не он видел частичное перемещение поэтому понимает что пора лететь в армии а тут же мид тут никого нет армии не хочу будет или на умудряется пак очень наглым образом фарми чужие леса но вот в итоге подфармливают янджи видно при этом янджи убить его не получится одним дремкойлом clockwork с хукшотом ну нападать на миде попытаются но интересно интересная идея понятно чем все это может закончиться вену без ультимейта то есть просто за счет змеек пытается отспавливаться это не работает это перемещение такое очень невнятное вроде кто-то летит кто-то не летит спектр вообще без хаунта нападать никуда не будет и какие-то массовые телепорты на мид лучше бы и фармили джангл так уж получается пукшот дремкойл арена лину пытается убить лина поцел рифом стримкойла уходить не может просто дает задувочку воюет до последнего понимая что уже все наверное не уйти никак и делается убийство на паке на клоке гуляет кентавра готова слишком станет тут приблизиться спектр покупает мидас ну понятно на что делается ставка ясно будут игроки темпа сейчас просто максимально терпеть как-то вина монстром защищаться тут пытается еще и меч воевать против феникса выглядит это очень странно расставил замейки ну есть враг есть враг помогает спектра своим дайгером и все же феникса убили но это 3 в 2 это 3 в 2 и плюс что спектр получает ассисты с мидасом будет продолжать так фармить если не получается играть в доту где покупаешь блэдмейл и боюешься и вы проиграли линии то остается видать и просто сидеть в лесу после травы лов блатстоуна длины то есть никаких и улов каких там блин дайгеров есть такая вообще леда получается магическое что с пластом поможешь миски слоты братья на скорость атаки можно было взять что убрать собираешь кстати хороший вариант тишина тишина после драки в районе пауэр ап рун и справа марс блин дайгером уже бегает на морфлинг армит понятно всеми манту вину пансер видим что как это мидас может быть еще один кстати кажется надо мидас покупать меч думает брать ли мидас лекар собрать мне кажется раз уже идет играть по такому сценарию то брать мидас терпеть надеяться на то что как тут дойдет дойдет игра до 40 минуты плюс и там получится бэкать не все-таки мека ну ладонь и пекар век это тоже хорошо видосик видосик мог быть не такой плохой вариант вл неужели никто не купит вообще был вл покупает club все так то распределили слоты лог свалом тут пока смог от команды видишь то получится прятались ханы никого нет не удался смог в этот раз но ничего страшно морфлинг об это время фармит лена в это время тоже времени не теряет и продолжает фармить решила лена закупить себе даже не каус старта а салбустер взять арена на спектру санреем спектру жгут все плохо получается спектра быстрая ставится яйцо яйцо начинает пинать все подряд как-то не поддерживаю феникса а может быть феникс пишите яйцом реально же никого не было чтобы проводить драку с супер новой убивают конечно и марса хукшот дальше но тут уже никого нет никого нет андайн как понимаю улетает отсюда прочь сбивает спектра стрик выходит на вторую позицию по ретворсу 2000 золота уже у тага то есть можно сейчас реально покупать себе яшу одной кнопкой хотя думаю blood mail как вариант все еще можно рассмотреть не так уж и плохо звучит отыгрались темпу я думаю хан сейчас испугались когда вот спектр тем более выходит драку сбивает все эти стрики но немножко ханы переоценили себя вышли втроем что самое главное без лины без лины то можно 2 выходить главное что плена была одна из этих трех героев иначе это конечно все бесполезно и вот уже яша рисовать ними дасик продолжает активироваться по уровню морфлинг немножко даже от спектра отстает от ворсу равенство пока на дне пока реально какой-то тройка становится огонь пытается купить ну пока стоит афк наблюдает полся пачку съел и полетел подальше так там ли брон чека видно что с ли броном хотят сделать хотят убить очевидно хотят убить клэп и турса тут выходит свитачки подключается врывается еще и наив ли брон очень долго живет но и наконец-таки с лари джи и фо делает фраг на их пытался депти вон допить но к сожалению для него просто не успел депти долететь убили и чу буду сейчас толкать стоп активно посмотрим какая будет реакция темпа вроде как хочется защищаться с другой стороны там все кнопки есть летает бак врывается сайлансом ой больно так акушот успеет ли убить до успевают морфлигу убить конечно убираю убирают клоука из карты но это не так страшно морфлик в таверне оказывается он просто не успевает пока у сам не поверил с чудо это асайланс тоже 4 и там длится в три с половиной секунды никаких статус резистов просто нет и под сейвы нет зл рипы это все незначительно жестко жестко морф просто нажал перекачку ловкость понимаете там вдвойне насколько было неприятно морф перекачку нажал и остался вообще без хп данный копьё ультимейт от мяча остаются тут же и гель и к худ марс под супер замедлением хукшот вот появится тут нельзя драться не знаю понимать ли это темпа что это ловушка и драка приведет тому что сейчас просто умрет и меч или брон и днзшка слишком много героев оказывается может быть это даже какая-то неожиданность сказать по правде что тут столько героев из команды темпа снова на одной линии вместе собрались но для спектра это выгодно спектра продолжает фармить и вот уже и манта почти появляется ли на солдбустер берет но вот не знаю я к джим насколько часто оценивается нужно ли было солдбустер покупать и бладстоун он ведь свой темп вот этот просто по драке забрал сам у себя какой-то что дублей бы взял или блин мне кажется можно было бы просто души того же пока особенно шеду блейдом падает рошан выходит кентавра тэнчи ракетка от клока а он тут спектра нет телепорту спектра нет надо выиграть время для спектра но похоже никто времени столько много не сможет выиграть более тут яйцо надо рошана отдавать арена ставится копье вено цветнички подключается пытается как-то ли брон помочь регеном но это все выглядит смешно ставится яйцо и муж теперь точно точно никак лок ворвался но ворвался и попал куда-то не туда да ты не туда и хорошо поправьте так говоря ворвался бы в рошана гарантии что забрал боегис нет на то что умер бы там это сто процентов 3000 преимущество сохраняется мак ворвался мемный врыв такой получается вроде как ничего не рискует ли рискует блинкаут нажимает уходит пак не забываем что и морфинг может превращаться в пока давать сайланс в ответ по тому же паку регенерацию дина и от леброн и брон тут при денежках даже скорее нас к что клок бедный вл купил только один у феникса над ворс на 2000 больше вэйл и июл почти готов вот она вся разница по уровню 12 феникс уже с яйцом будут проблемы клок десятый и мы видим неожиданный смоук от команды темпа интересно морфинг то с аегисом а не нападает ставится вард видит андаинга на андаинга быстро врыв открывается и пак 3 поэл пока не ставится в итоге ставится по двум героям андаинга очень быстро и перезалетает хаунд морфинг пытается убить дэнсэшку врывается феникс яйца то в этот раз не будет поэтому придется драться просто руками и слушайте пацан рейм то неплохо получается руками повоевать саппорт и умирает еле живой и кэри команда темп погони за ним продолжается лагуна взрывает митча так умирает от адептива укупается клокер минус 4 делают игроки команды хан и супер странный смоу куда выходили что хотели морфлинга видели то есть знали что морфинг с аегисом скорее всего пойдет драться полный бред и теперь уже преимущество не 3 тысячи а 7 тысяч золота вот такой fight recap неутешительно урона то тоже много нанесли ну там феникс он и регенил и урон наносила одновременно у феникса теперь и ул от становится 16 9 это пока а тут учили на такой тайминговый пластом взяла прям перед этой дракой таки четыре заряда сюда просто залетают арена закрывает веника я верю конечно это мемный веник который спирит весел не купил ты вообще никто вас от столка от урна это без весла это же деньги на ветер реально деньги на я пойму что манта но до других героев можно вешать было в какой-то момент просто вот эти две тысячи накопил но я думаю носит весла не покупай значит медас тут мега появляется сейчас понимаю а почему не весел почему его нет игра от спектра идет спектра 1600 спектр еще держится панетворца но мы видим что в драке контактный шансов у тага мало 5 на 5 там его убивают потому что кроме спектра никого нет пак пустой вена пустой веник скоро догонит и вена и пока так быть не должно так он появляется у пока и он ли на просто уже плотно непонятно кого за тагон убивать феникса почти 2 кгп но он дайанга только что только что он дайанга выбили аегис все-таки получается когда там у морфлинга столько хп с аегис ничего страшного но скоро бы исчезал днз к тут рядом летает и его убивают через лагуну хукшот неточный пак толкает топ стараются ребята сделать так чтобы крипов не было но тут одна пачка ставится нет в любом случае глифа поэтому-то 2 упадет по в любом случае упадет спектр с хаунтом продолжает просто пока так и сам долбить по видят марса марс блинкаут тут же марс еще опять же попробуй убей пайп сенс ринг нам ваках и п плюс хорошее количество брони защита от магии до гона вот эти все не пройдут я не знаю как такого морфлинга можно обыграть все сейчас не имея весело не имея ничего против него кроме только что до гона номер больше не будет бегать на 900 тп вот и весь ответ почему такого больше не произойдет спектр убивают за арену эзериал адептив до свидания минус спектра не будет ее минуту то есть либо покупаться оставаться вообще без денег ибо в не купаться оставаться без мида по вариант выбирайте ох красиво также красиво убивают плохо общение шанса не оставляет феникс подлетают и ничу немножко решили побить ничего понимает вью лагуна на нее и удар критический спектр не выкупается до конца глифу ребят нет бакдор активируется там сейчас крип подойдет катапульта на есть так что пока не понимаю пытался забрать по максимуму но все забрать не получилось бакдора больше нет падает казарма на центре врывается ну побивает морфлинга с догона морфлинг не реагирует никак не мантой ничем наив очень грубо ошибается нельзя так делать нельзя так делать у противника микро шансы есть и сейчас эти микро шансы получают тот же пук почти на ровном месте с манты вот так вот умирать но это беда это беда у то что ли проще сделал фраг это тоже беда почему фраги делает ладно я чадом тоже какие-то предметы можно убирать выходить такого 7 г пейсера почему бы и нет игра не закончена игра не закончена и часто таком плюсе жесть dream куэл ли на пкб нажимаю на то все минус кнопки это все минус кнопки догону пока 2 интересно интересно как будет морфлинг играть дальше на сколько количество хп он теперь будет бегать то 21 заряд баста у него лины поколено без смертей после появления бластована ну и всего лишь одна смертью янджи марса лотусом будет надо справляться с сайлосами даже догон можно противника выкидывать в ответ спектра продолжает фармить тоже проблемам эктором эктор фармит control ее нашли только пока виде огромного количества урона и за счет перри фарма ну и магии магии скорее магического урона конечно там вагуны и задувки станы и зрелы депти вы все это летит спектр это не переживает арена ставится спектр еще не может идти нормально пак постоянно толкает линии вот это красивая игра конечно пак душит душит все линии не позволяет нормально зайти встреча может быть пока здесь нет надо уходить ли брона придется продавать есть у него глимер там уже даст активированы сразу глимер дает резист определенный брона брона убивает эзериал адептив параллельно выход на очкирского кота дремкойл дагон хаунд скрипит конечно все и иллюзии решат может быть иллюзии не решают ставится яйцо врыв на тэн зэшку дэн зэшка то вообще хукшот в нейтралов решил нажать гидр зэшка умирает вопрос что будет арсен ак не верит своему счастью или берет получает юл успевать ли улететь копье получает и есть равно фэй шифт есть блинкаут поэтому это же пак погоня правда продолжается читают все пак мог мог остаться на одной точке и нажать blink out или просто остаться на точке постараться как-то убежать покупали без боя надежда появилась также быстро она исчезла нападение на марса заканчивается ничем оказывается что морфлинг это убивать проще чем марса марс не боится магии прошу тайм нет хаунта нет пока на карте поэтому урошан конечно же для команды хан сыру лины так по предметам еще пройдемся что новенького ноут марс почти с лотосом феникс бкб вообще хочет купить 18 уровень на все яйцо теперь почти неубиваемая несколько ошибок она допускает они как видим не критически намного больше ошибок от темпа была вот этот пак на миде оказался провальным я не знаю ждали ли они на миде у другого героя анилину вот как-то пакт вообще не зашел хоть и казалось ну что мы пакета стоять юки не ловишь тянюки в ответ не хуже пак провалился лейна задушила и морфлинг видим как ну ладно окей не пакетела вену вот это фулруин и на вообще 0 ничего не может сделать ничего он от ворс уже с фениксом борется пока его конечно вену обвиняют про линия падает что делать арена закрыли вену по т4 глифа нет поэтому очень хаунта спектра спектр что просто приколы нажимает хаунт минус хаунт спектр прилетает ли ну почти убили как это близко могло быть обидно обидно да как минус клок минус вену это это могло быть это могло быть чудо не произошло пытаются убить и спектру спектр без байбека и это может быть гг я вот не знаю сдаются ли я темпу быстро хана играют на конца а вот как темпу действует будто в трон можно пойти крипы по миду подходят пингуют паку может быть крипов почистишь а как тут всех крипов то убрать всех крипов уже не уберешь так может ворваться попытаться убить феникса порфлинга убить тоже можно там аегис крипов всех забрать пак не может веление плюс катапульта неубиваемая подходит вену просто ультимейт проспамит пусть как-то хоть где-то пеникс кб будет конечно забирает на фонтане чужом прикольно а то умирает сразу же но было красиво футали пытается подраться нажимает вену все кнопки эти войсла купил на из конечно чел купил войсла 26 минуте вместо того чтобы здесь войсал на двенадцатый там 13 взял себе меб после ультона это конечно конечно то чем до конца гейминг от команды темпа трон можно просто потихонечку пинать и очень никак не реагировать на выходки темпу нажать бкб линии закончить игру 31 13 счет в этой карте финальной победа команды он мы перейдем на третью карту там уже решится кто пройдет в плей-офф а кто покинет этот турнир как игры команды равны и все зависит от драфтах от 1 драфту команды хан получил хороший темп он учили с этим веном ансером если шаман на предыдущей карте это прям было классно то здесь что днз к на клокерки что вену татали не она больше всего провалилась да пока стоял не лучшим образом но мне больше вот вопросы именно к сложной линии покер вместе с вену вернемся через 15 минут далеко не уходите решающая третья карта совсем скоро и 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